Мы заинтересованы, чтобы информация о том, что сажали людей, обвиняют их в терроризме. Эта информация должна лучше распространяться. Когда стоят выводы с диктатами, есть картины. Селям алейкум. Можете сказать пару слов, представиться, Крымская Солидарность в эфире. Откуда приехали, что побудило приехать вас сюда? Сулейманов Айдер Усманович. Приехал я вместе со своими друзьями из Крыма, города Джанкой. Приехали на апелляционный суд по делу, так называемого дела Хизбутахрир. Это первая симферопольская группа, в которой обвиняются якобы в терроризме наши соотечественники, крымские мусульмане, крымские татары. Доброе утро. Крымская Солидарность в прямом эфире. Можете представиться, сказать, что вас побудило прийти сегодня на это заседание к зданию этого суда? Меня зовут Вера Лаврешина. Я гражданская активистка. Мы пришли поддержать крымских татар, потому что то, что происходит по отношению к ним, я не знаю даже, как назвать это каким словом. Вот, на наш взгляд, уже начался новый геноцид. Его разными именами называют. Гибридный геноцид, еще как-то. Но цель у того, что происходит в Крыму, то, что делают силовики, это выжить крымских татар, коренное население из Крыма, создать там невыносимые условия, обвинить их в преступлениях, которых они не совершали. И для этого мы здесь находимся, мы хотим попасть на суд, чтобы потом информацию о том, что здесь происходит, по имеющимся каналам распространять. Это должно знать как можно больше людей, потому что за оккупацию, за расовую дискриминацию, за то, что Крым превратился в военную зону, что там есть уже ядерное оружие. И незаконно преследуются украинцы и крымские татары. Все те, кто не хочет принимать гражданство российское, они все преследуются, не совершая никаких преступлений, просто по факту своей принадлежности к украинцам или к крымским татарам. Это уже как диагноз, и на это уже всегда найдется статья. Вот мы, мы поэтому здесь, мы не надеемся, что тут будет благоприятный какой-то исход, но мы будем распространять информацию, говорить правду о том, что здесь происходит. Будем делать это вместе. Мне кажется, нас становится больше. А что вы можете сказать по поводу того, что вынесли приговор Симферопольской первой группе северокавказском окружном военном зуде от 12 до 17 лет, то есть строгого режима, в суммарстве там порядка 68 лет, то есть на 5 человек. Ну, они хотят запугать крымско-татарский народ и послать сигнал всем остальным, кто вот живет в Российской Федерации, что так будет со всеми, кто будет пытаться жить так, как им самим нужно, по своим правилам, со своей религией, со своими обычаями. Они этого не допустят. Они будут всех стараться под одну гребенку стричь и мерить. Будут присылать силовиков. Но есть надежда, что это все-таки прекратится. Когда-то происходят настолько, настолько дикие вещи в судах, видно, что суды фейковые, то, что приговоры высосаны из пальца. Совершенно непонятно, что бормочет судья, когда он читает вот эти дела. Свидетели не помнят ничего по поводу этих дел. Они не могут отвечать на вопросы. И поэтому эти дела, я надеюсь, они начнут рассыпаться. Некоторые дела рассыпались и не доходили до приговора. И мы очень надеемся на это. То, что возобладает разум, правосудие не возобладает, но то, что эта система просто разрушится. Продолжение следует...